Всех приветствую! Продолжаю делать турбореактивный двигатель. Дело дошло до изготовления самой сложной части турбореактивного двигателя. По крайней мере, так было сказано в передаче про модельные двигатели. Я с этим в корне не согласен, я все-таки считаю, что крыльчатки гораздо сложнее в изготовлении. И самому их изготовить вот такие практически нереально. А это будет как раз-таки то место, в котором эта крыльчатка будет сидеть. То есть это будет спрямляющий аппарат и часть корпуса турбореактивного двигателя. За основу диффузора я возьму вот эту улитку. То есть сюда вот так вот оно все уже подходит. Можно ее выбить отсюда как-то либо может на токарном отрезать часть вот и использовать вот эту часть. Просто если точить самому, уйдет на это дело примерно вот такая болванка на 130. Кстати, спасибо Диме Дурневу. Без него у меня бы ее просто не было. Делать буду сразу в двух экземплярах. Первый экземпляр буду тупо копировать по чертежу. Возможно, я когда-нибудь накоплю денег и куплю себе крыльчатки заводские, которые будут идеально подходить и все будет здесь рассчитано, все идеально работать. Ну а мой вариант, он будет гораздо более крупный. В итоге все это для меня будет гораздо более интересно. Скажем так, он будет где-то на 15-20 миллиметров в диаметре больше. Ну и крыльчатки там больше соответственно. Возможно, если все получится, то тоже будет больше или хотя бы сравнимо с заводским вариантом. Набросал я чертеж под вот эту крыльчатку и под вот этот блинчик. Нужно немножко снять снаружи металла. Съем примерно 9 миллиметров на сторону. Как вы видите, какая интересная идет стружка. Нужно Ohh Нужно немножко снять с помощью клеера. Не звезда не меня, как это теперь. Съем примерно 10 миллиметров на дорогах. Мне нельзя надоEEN. Требет я punto на дожди. Нужно лицо? Нет, не знаю. Нужно лицо? Нужно лицо? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что мы имеем. Токарка этой детали закончена. Далее нужно будет делать фрезеровку. Но прежде чем ее делать, я сделаю вторую деталь большего размера. Пока сюда не заказал крыльчатки и закажу неизвестно когда, можно попробовать обточить камазовую. Вот этот наружный входной диаметр практически такой, как надо. Всего лишь на пару миллиметров больше. Но наружный диаметр больше значительно. Можно попробовать ее обточить и посмотрим, что получится. Вал выставил до 0,01. Все равно все это дело потом балансировать. Так что можно обточить смело. Обрабатываю по 0,7 миллиметра до диаметра 66. Итак, есть у нас и такая крыльчатка. По крайней мере, думаю для какого-то тестинга она подойдет. Так, а сейчас посмотрим, как это все выглядит. Снимаем крыльчатку. Снимаем крыльчатку. Вот что мы имеем пока что на данный момент. Это вот сюда. Под стандартный двигатель, который делается по чертежам. Ну а это чисто будет моя разработка. Без расчетов, как вы понимаете, без всяких. Но минимальные расчеты все-таки здесь я делал. Теперь моя задача нарезать в этих деталях лопатки. Нужно сделать 15 лопастей. Одну я уже начертил и выверил по горизонту. Делать буду на обычном фрезерном станке, не ЧПУ. И воспользуюсь вот этим вот поворотным столиком. Самодельного изготовления. Приступаем к фрезерной обработке. Используется два цанговых патрона, потому что так, ребята, гораздо дешевле. Весь комплект цанг стоит как одна вот такая большая. На маленький патрон вот такие цанги. Итак, как видите, процесс пошел. Мой поворотный столик оказалось просто идеально подходит для этой процедуры. Я уже наполовину сделал первый проход, как вы видите. Ну и вот так идет процесс. Заглубляюсь сразу полностью. Фреза диаметром 5 миллиметров. Обороты 1200. Сначала на сухую делал. Сейчас немножко смазываю маслом, потому что маленько прихватывает фрезу. На фрезе образовываются наросты. Фреза четырехперая. Но это можно легко победить, если вот так вот взять чуть-чуть смазать ее. Заглубление идет на 6 миллиметров. На станке все, что можно затянул, даже на продольной подаче подтянул клин. Чтобы не было ни малейшей болтанки, чтобы не могло на себя натянуть. НГФ славится такими вещами. В принципе процесс очень даже живенько и неплохо идет. Пока что лопасти имеют неправильную форму. Нужно немного стол скорректировать и делать второй проход, который полностью их спрофилирует. Нужно добиться, чтобы оно клином сходило на нет. В результате всех манипуляций получилось вот такое чудо. А ведь это, ребята, только начало. Все еще самое интересное впереди. Сейчас я продолжу облегчать вот эти заготовки. Потому что нужно сделать вот здесь лопатки. Это будет спрямляющий аппарат потока. Сжатый компрессором воздух будет двигаться сквозь них. И чтобы он выровнялся, должны быть довольно часто и изогнуты под углом. Изогнутость не обещаю, но часто сделать постараюсь. Толщина лопатки должна быть 0,8 миллиметра. На большой детали сделаю 50 лопастей. Прикоснулся, заглубляюсь на 5,5 миллиметров. Фиксирую ось Y. Все дальнейшие манипуляции будут делаться с помощью поворота стола и с помощью вертикальной подачи. Все, поехали! Итак, ребята, по кругу я прошел. Получилась такая вот деталь. Как мы видим, оставил я здесь островки. Для того, чтобы можно было закручивать. Хотя одну не дорезал. Вот она. Надо дорезать ее будет. Сейчас нужно будет дорезать вот эту. И сделать здесь их потоньше, скажем так. То есть нужно будет столом отъехать и точно так же на тех же настройках, скажем так. То есть я делал 0,10,20,30,40,50,60 я пропускал. И у нас получается вот такая бабушка. То есть сюда будет прикручиваться корпус в пяти местах получается. У меня такой поворотный столик на 500 делений. Тут от 0 до 100 пять раз. И в итоге мне так удобно. Так как ваяю сам, скажем так. Поэтому могу изобретать все, что хочу. Сейчас делаю лопатки более тонкими. А потом займусь второй деталькой. На малой детали решил по-другому сделать бабушки. Так вот их обработал немного каплевидной формы. Заточил такой вот знойный резец. Здесь буквально пол миллиметра толщиной. И буду прорезать канавку. Пробовал уже твердосплавным. Два раза обламывался. Твердосплав не держит такую толщину. Попробуем быстрорезом. Все, ребята, теперь загибаем лопасти туда, куда нам надо, как по картинке. И все будет отлично. На изготовление вот этого дела ушло два дня работы. Но вы знаете, ребята, я доволен. Получились вполне отличные детали. Вот эту я, напоминаю, сделал именно по чертежу. Правда здесь лопаток побольше, чем должно быть. Здесь их 50 вместо 36. Но они тоньше. То есть тут пропускная способность такая же осталась. Сделал 4 бабушки под крепление. Ну и здесь нужно будет все доделывать. Этот узел более готовый, потому что к нему есть и крыльчатка и уже диффузор. Вот такой. Как вы видите, спрямляющий аппарат здесь тоже присутствует. Обычно все самодельщики делают несколько по-другому. Поэтому эти детали в упрощенном варианте. Вот эти треугольники переходят сюда. Но я решил сделать как в оригинале. Надеюсь и работать будет так же хорошо, как и в оригинале. Также нужно будет просверлить вот здесь еще отверстия. Здесь на самом деле их очень много. И в принципе можно будет до облегчить. Потому что вот здесь облегчено не полностью. Делал специальные выступы, довольно мощные, чтобы можно было зажимать, чтобы была база. Можно было много раз зажимать и усовершенствовать. На этом все. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. И всем пока!